МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На реке Войновка в Гиревской роще был большой рыбный пруд с купальней и лодочной станцией. А завод фруктовых вод брал здесь воду для своего производства. В 30-х облгорздрав, изучив целебные свойства ключей речки Войновки, хотел открыть в рощу курорт, но идея заглохла. Во время Великой Отечественной, чтобы протопить свои жилища, тюменцам пришлось забрать у рощи долю ее природного богатства. А позже часть деревьев повредили при строительстве теплотрассы. Преображение рощи началось в 1980-х. За нее взялись 42 организации. Во время субботников очистили от мусора, проложили асфальтированные дорожки. На полянах устроили беседки и площадки для детей. Через речку Войновку перекинули мосты и встретили день города в обновленном лесопарке. К концу 90-х рощу забросили. Тюменцы обходили ее стороной, боясь нарваться на неприятности в густых зарослях. Новый виток в истории Гиревки начался в 2014-м. В результате капитальной реконструкции в парке появились асфальтированные дорожки для пробежек и велопрогулок. Несколько удобных зон отдыха с мангалами и беседками для пикника и барбекю. В центре рощи большая детская площадка с бесплатным туалетом, а также шесть площадок для занятий спортом и уличные тренажеры. Вот как тюменцы оценивают это место отдыха. Очень великолепная роща, очень красиво здесь, уютно. Добром отдает радость. Очень свежий воздух, потому что сосновый бор. Для ребенка прекрасная детская площадка, для взрослых также. Вот мы тут и с друзьями в волейбол, баскетбол периодически играем. Есть также животные, на которых можно посмотреть, белки бегают. Вот сейчас дети пытаются догнать белку. Очень нравится место. Утром до этого собиралась землянику. Сейчас земляника отошла, мы сюда-то собираем сырые, сухие грузди. Ой, здесь очень прекрасный воздух, красиво, как в лесу побывали. После реконструкции в роще стало безопасно. Лесопарк освещает более 400 фонарей, а за порядком приглядывает около 200 камер видеонаблюдения. Да и тюменцы стали аккуратнее, выбрасывают мусор после своих посиделок.